Василий Алексеевич родился в 1926 году в одном из сел Рязанской области. В семье было семь детей, три сестры, три брата и он, самый младший. Когда началась война, Василию было 15 лет. Я, конечно, еще так и что-то не понимал, что думаю, ну война началась, ну как она будет происходить для меня, знаете, в таком возрасте я в сельской местности, ну, конечно, не понимал. Ну, ощущалось, что действительно придется и воевать возможно, понимаете, идти на войну. На фронт, конечно, Василий Карих сразу не пошел. Их комсомольцев отправили на другие поля, в колхоз. После отучился в Нижегородской области, в высшей школе стрелков снайперской подготовки. В 43-м курсантов направили в Черниговскую область. На тот момент Украина уже была освобождена. Там он стал обучать снайперскому делу прибывших из госпиталей солдат. На передовую попал в феврале 45-го. Я был в Черниговской области, а меня направили в Прибалтику. 935-й стрелковый полк, а 306-я стрелковая дивизия. Ну, я тут снайпером туда прибыл. Я был только один, единственный там снайпер в этой роте. Ну, и, значит, самое... А у всех остальных карабины там, обычная винтовка. Даже ни у кого автомата не было. 14 дней. На передовой было. Так? 14 дней. Ну, за эти, за 14 дней я подстрелил их 7 немцев. Это было первое и последнее участие 19-летнего Василия в войне. Во время одного из наступлений его ранило. Были повреждены рука, спина и лицо. От смерти спасло чудо. Пуля попала на пару сантиметров ниже виска. Победу Василий Алексеевич встретил в госпитале. У меня температура была 40 градусов. Понимаете? 40 градусов температура. Да. И в лазарете я был, находился. Рано утром сестра забегает. У нее вот такая ветка была сирени. Ребята, вставайте быстро. Война закончилась. Понимаете? И мы вскочили, конечно, в одних рубашках побежали. Ликование. Ну, стрельба там. Ну, в общем, знаете, митинг прошел. Вот. Ну, по местам. По местам. А я почувствовал себя. Думаю, мне сейчас что-то я никакой температуры ничего не думаю. Я говорю, а можно меня? Я пойду в общий палат, потому что, я говорю, я нормально сейчас чувствую. Она померила 36,8. Куда это? Вот, вы знаете, организм. Вот мне до сих пор как-то непонятно, как он перестраивается. После войны Василий Алексеевич уже в составе стройбата отправился в Абхазию. Так попал и в Сочи. И больше 50 лет проработал в отделе снабжения государственных дач на Кавказе. Сейчас Василию Карих 94. И 75-летие со дня победы он планирует отметить на традиционном параде в Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.